Привет всем моим подписчицам и подписчикам, всем, кто смотрит меня или случайно попал на мой канал. Сегодня я хочу показать, рассказать вам немножко о своих покупках, которые я совсем недавно сделала. И начну я, наверное, с палетки. Купила вот такую вот палеточку от Vivienne Sabo. Это номер 63. Так, сейчас открою. Господи, никак не открыть. Это 63-я палетка. В общем-то, не то, чтобы прям я шла за Vivienne Sabo, но вот я увидела, решила попробовать, что это за косметика. В общем, так, на пробу взяла одну палетку. Она достаточно дешевая, туши, в общем, там, по-моему, вся косметика достаточно такая дешевая. В общем-то, вот эта палетка Vivienne Sabo. Сейчас я открою оттеночки и покажу вам. Входили туда два спонжика. Очень маленькие спонжики. Вот такие вот оттенки. В общем-то, оттенки достаточно неплохие. Но, как видите, здесь отсутствует светлый такой оттенок, который можно наносить как там хайлайтер, да, или в уголочек глаза, чтобы он высветлял. И еще такой минус я заметила. Вот этот вот оттенок оранжевый, такой оранжевенький, да, он не очень-то такой пигментированный. То есть, он не сильно такой ярко-оранжевый. Хотя, в принципе, он достаточно дневной, да, такой вот. По сравнению с зеленым и коричневым следующие, которые идут, которые сильно достаточно пигментированные, они все хорошо растушевываются, но такие сильные оттенки. То оранжевый, конечно же, проигрывает. Ну, в общем-то, палетка, на мой взгляд, неплохая за свою цену, да, она стоит... Ой, не буду врать, сколько стоит, но очень, достаточно дешево. За свою цену достаточно неплохая палетка, дневная, дневные оттенки, дневной макияж, мне кажется, будет замечательно. Собственно, вот у меня сейчас макияж сделан с этой палеткой. И, по-моему, достаточно неплохо смотрится. И еще мне нравится тем, что эти тени, они совершенно не сыпятся и очень хорошо растушевываются. Вот, собственно, что по поводу Vivienne Sabo. Далее, в общем, коробочку от MAC я, наверное, открывать не буду. Это пигменты, я их показывала в конкурсном видео. В общем-то, там все сводчи есть, открывать не буду. Будем уже смотреть на макияжах с этими пигментами. И, в общем-то, я, наконец, набрела на Bobby Brown и, в общем-то, закупилась там, можно сказать, по полной. Начала я с того, что я купила Oil Control, лосьон с SPF 15. Вот такой вот, который контролирует выделение сальных желез. Да, это защитная эмульсия для жирной кожи. В общем, служит как основа под макияж для предотвращения жирного блеска. Вот, в общем-то, сейчас открою. Им я еще, кстати, не пользовалась. Вот им еще не пользовалась. Вот такая вот бутылочка идет с помпой. Вот такая вот здесь. 50 мл. Да, 50 мл. В общем-то, я так понимаю, что он такой жидкий в виде крема. Ладно, открывать сейчас не буду уже. В общем, я купила это средство специально для свадьбы, потому что у меня впереди будут две свадьбы, на которые, конечно же, я должна выглядеть безупречно. Никакого блеска, потому что свадьба будет в сентябре, да, но туда, куда я поеду, там будет достаточно жарко и тепло. Вот, поэтому, конечно, не хотелось бы, чтобы у меня на фотографиях все лицо блестело, и поэтому я купила специально это средство. И думаю, пока что у нас лето, еще хорошая погода. Я обязательно его спробую и посмотрим, насколько оно хорошее, как о нем говорят. Вот. Затем в Бобби Брауни я купила кремообразные тени для век, да. Ну, вот так они позиционируют себя. Ну, на самом деле, они идут как основа под тени. У меня это Навага 18 оттенок. Так, сейчас покажу. Вот такая вот баночка идет. Здесь 3,5 грамма. У меня светлый достаточно оттенок. Вот такой. Ну, по-моему, это самый ходовой, как мне объяснили. Вот такой вот оттенок, кремовый. Я им пользовалась. И мне очень, кстати, понравилась эта основа. Пока что я не могу сказать, насколько она такая прям, не знаю, стойкая, да. То есть, насколько стойко она поддерживает макияж на веках. Потому что, наверное, больше 6 часов я пока еще с ней не ходила. Но, в общем, я тоже ее купила. В общем, весь Бобби Браун, в принципе, я купила на свадьбу. Чтобы у меня был стойкий макияж. Ну, и, в принципе, я давно хотела уже попробовать эту косметику. Поэтому пока что вот эта основа мне нравится. Но я, наверное, попозже еще точно могу сказать, точно нравится или нет. Так, далее я купила корректор. Тоже Бобби Браунский, да. Здесь 1,4 грамма. Идет в такой вот маленькой, да, коробочке. У меня это корректор. Господи, а какой здесь оттенок-то? Бисквей. Надеюсь, что я правильно прочитала. Вот. Вот такой вот. Такой вот оттенок. Казалось бы, да, немножко розовинкой такой отдает. Но, на самом деле, при нанесении... Вот такой вот он на пальчике. При нанесении на кожу, под глазки, да, на всякие там места, которые вам нужны. Он так хорошо, на самом деле, ну, по крайней мере, сейчас с моей кожей он так сливается. Вот видите, я нанесла вот сюда вот. Нанесете корректор, потом еще сверху, там, не знаю, тональную основу. И вообще замечательно. В общем, я им сейчас пользуюсь. Мне очень нравится. По-моему, очень хорошо затемняет какие-то неровности, да, и круги под глазами. Мне понравился этот корректор. Вот. Тоже буду им пользоваться. И я купила вот такой вот наборчик. Это матирующие средства для лица. У меня это Natural Tan. Там такая вот штучка, вот такая вот, да, она. И когда вы ее открываете... Так, защитную пленку убираю. Там идет вот два вот таких вот оттенка. Вот это пудра. А здесь вот такая основа. То есть, если это у нас был корректор, то это у нас консилер получается. То есть, сначала вы наносите корректор, да, под глаза. Да, там на несовершенство я наношу. И затем я наношу консилер. Да, консилер. Он вот такого вот у меня оттенка. Как раз сейчас мне подходит под мою загорелую кожу. Основа у него тоже кремовая такая текстура. В общем-то, и вот это идет еще пудра, да. То есть, сверху мы наносим сначала корректор, консилер. Потом пудрой это все припудриваем, чтобы лучше держалось. Вот. В общем-то, в совокупности вот эти три средства, они замечательно идут. То есть, я ими уже пробовала, пользовалась. И мне очень понравилось, как он перекрывает синячки. В общем-то, я советую, у кого есть такая необходимость по поводу синячков, там, да, приобрести вот эту штучку. И мне девушка очень хорошо подобрала цвет, поэтому мне очень нравится это. В общем-то, это были все мои покупки. Видите, их совсем-совсем немного. Приобрела только, считай, основы какие-то под макияж, корректоры, консилеры. В общем-то, истенее только Vivienne Sabo и MAC-овские пигменты. Вот. Собственно, и все. Всем большое спасибо за просмотр. Еще раз хочу сказать спасибо моим подписчицам и подписчикам на то, что подписываетесь. Оставляйте комментарии. Пальчики вверх-вниз. В общем, всех-всем благодарю, всех целую. Всем желаю удачи, хорошего настроения. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...